Добрый день! Мы приветствуем участников тестирования новой мезотерапии США, презентации которой состоится в конце ноября в Москве, процедура микронидлинга. Это врач и пациент. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Авадеева Елена, моя пациентка, меня зовут Лена. Елена и Елена провели курс микронидлинга, и сейчас мы узнаем, что в результате получилось. Скажите, пожалуйста, сначала немножко про процедуру. Какую задачу Вы решали, сколько процедур провели и с какой последовательностью? Значит, у нас проблема с растяжками на теле, с три на теле, в области ягодиц и бедер. Мы начали делать процедуры примерно месяц назад, успели провести три процедуры. После последней процедуры у нас прошла неделя. По результатам я, как врач, оцениваю их положительно. Сразу в момент процедуры заметен результат выравнивания поверхности кожи, улучшения микроциркуляции. И после каждой процедуры замечаем эффект выравнивания поверхности кожи, такой шлифующий эффект, и уменьшение, видимо, уменьшение остри. А Елена, Вы согласны с врачом, как вы видите результат? Я согласна, мне результат тоже нравится. На ощупь я замечаю, что они стали более гладкими, не так выделяются. И мне понравился, в принципе, сам процесс, потому что не остаются никаких неприятных синяков. Уже на следующий день вот это вот покалывание, жжение пропадает, и, в принципе, никаких следов. Вот это меня устроило. А было ли больно во время процедуры? Было немного неприятно, потому что именно щекотно в некоторых местах было. Если сравнивать с мезотерапией, то, конечно, приятнее сама процедура. И синяков не остается. Вот это мне понравилось. Да, делали мы роллером, который работает по телу, 2 мм. Игла. Достаточно легко, просто проходит сама процедура, конечно. А без боли Вы не использовали? Нет. А, Елена, Вы сказали о мезотерапии, да? А когда был последний курс мезотерапии по данной задаче у Вас? За неделю до процедуры. Да, неделю-полторы. За неделю-полторы Вы закончили курс мезотерапии? У нас, да, был. Но у нас даже не курс, у нас тоже так же был незаконченный курс. А сколько делали процедуры? По мезотерапии мы сделали только одну процедуру, а до этого 2 процедуру, или 3 процедуры. Ты что там, Алина? А, 3. 3 процедуры лазерные. А что за лазер? У нас неодимовый лазер, который улучшает микроциркуляцию, но также направлен на... То есть, у Вас комплексный подход, и фактически наш курс вписался как последующая процедура? Он вписался, и вот, допустим, верхняя часть бедра, на ней растяжки, но практически, незаметно абсолютно. На самом деле так. А вот тогда к Вам вопрос всё-таки по частоте эксперимента. Как Вы считаете, вот этот эффект, который Вы заметили во время проведения курса микронидлинга, ему предшествовали вот такие вот процедуры. Вот Вы связываете вот это улучшение с микронидлингом или с предыдущими процедурами, и почему? Я связываю и с тем, и с другим. Почему? Потому что мы увидели эффект, перед тем, как мы пришли на микронидлинг, мы уже увидели эффект, вот как раз здесь моя Елена разделась, и я наблюдала вот как раз через неделю-полторы после того, что я делала, и я уже увидела эффект. Но у нас ещё были, оставались гематомы. Вот. И с каждой новой процедурой по микронидлингу мы также замечали положительный эффект. То есть эффект развивался и... Да, накапливался. Хорошо. Тогда вопрос вот после процедуры покраснение было? Покраснение было, но уже на следующий день никаких неприятных ощущений уже не было. То есть сначала чуть-чуть сжения какое-то было, а потом ничего. Хорошо. Достаточно комфортно было. А, Елена, тогда вопрос к вам. Вот в микронидлинг достаточно сейчас новая процедура. Вот вы, как врач с опытом работы, процедура мезотерапии классической иглой и процедура микронидлинга в чём вот вы видите преимущества, отличия и как бы развития? Преимущества микронидлинга я вижу в том, что, во-первых, гораздо большее число проколов на коже, то, которое иглой не произведёшь. И я думаю, что препарат проникает более равномерно. А в общем, и то, что безболезненно, гораздо более безболезненна эта процедура. В остальном я считаю, что как обычная классическая мезотерапия, также и вот мезотерапия, проведённая мезороллером, они преследуют по одной цели. Просто всё зависит от того, где меньше побочных эффектов. Вот тот эффект, который вы описали, да, с улучшением микроциркуляции и с видимым эффектом, да, сейчас мы уже берём не первый отзыв, и врачи говорят, что, скорее всего, это непонятно, может быть, связано просто с... Раздражением кожного крова. Да, с частым раздражением, тут прокалывание просто. Ну, это, естественно, с этим тоже связано, но в этом-то и заключается очень частый эффект даже просто от мезотерапии без препаратов. Когда идёт прокол, соответственно, идёт регенерация тканей, уже улучшается, как бы, структура кожного покрова. Плюс улучшается микроциркуляция, за счёт этого всё, как бы, все процессы в коже и метаболические, они все так же улучшаются. Поэтому даже без препарата уже само по себе, факт вот этого вот прокола иглой, он уже является как лечебным действием. А с учётом препарата здесь можно уже добиваться, уже смотреть определённых результатов дополнительно. Елена, Елена, Вы увидели результат, это замечательно. Спасибо вам за участие в тестировании. Мы думаем, что мы продлим курс, судя по наблюдениям, конечно, это как и в классической мезотерапии, это должно быть, ну, в среднем порядка 8-10 сеансов. Да, мы предлагаем вам продлить вот этот вот курс, посмотреть, чтобы более был, может быть, выразительный и закрепить успех. И ещё раз пригласим вас после окончания курса, может быть, месяца через полтора. Кроме того, ждём вас на презентации, которая состоится 22 ноября во вторник, чтобы вы могли поделиться своими впечатлениями и своим опытом проведения микронидлинга с коллегами. Вот. Ну, спасибо вам ещё раз и до встречи. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok